Новые правила управления электросамокатом. Правовой статус на сегодняшний день не определен. И пока использование подобного рода технических средств является приравным к статусу пешехода. Новый профильный класс в Елабужском институте Казахского федерального университета. Этот класс действительно уникальный, поскольку в нашем городе, в Елабуге, таких классов больше нет. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Сабина Хасанова. В Казанском федеральном университете продолжают свою работу пункт сбора вещей и продуктов для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Организованы кафедры связи с общественностью и прикладной политологией Высшей школы журналистики и меди-коммуникации Казанского федерального университета совместно с Лигой студентов РТ. Пункт приема будет работать до 15 мая по адресу улица Профессора Нужина, 1 дробь 37. Прошлогодняя громкая история в Казани. Мужчину за нетрезвую езду на электросамокате через суд лишили водительских прав. Позже вернули, но случай дал понять, что за езду с мощным электрическим средством передвижения несет определенную ответственность. Какие новые правила касательно электросамокатов, секвеев и других средств индивидуальной мобильности будут касаться их владельцев, узнаем в следующем сюжете. Самый яркий случай со самокатами, который был слышен во всей России, произошел в Казани в прошлом году. 54-летний мужчина не признавал свою вину в суде, который хотел решить его водительских прав категории «Б». После оспаривания решений у него все же удалось вернуть их. Подобные истории далеко не редкость и стали поводом для пересмотра роллинг-раждан, использующих средства индивидуальной мобильности. Их правовой статус на сегодняшний день не определен, и пока использование подобного рода технических средств приравнивается к статусу пешехода. И если не произошло столкновение именно с транспортным средством, то мы не можем говорить, что это именно дорожно-транспортное происшествие, что в этой ситуации это не регламентируется правом дорожного движения. Соответственно, уже привлекать к административной ответственности, или тем более к уголовной ответственности, именно в рамках транспортных преступлений, транспортных правонарушений мы не можем. Как сказал Наиль Хабибуллин, что хоть Верховный суд Российской Федерации признал электросамокаты полноценным транспортом, это должно подтвердить правительство со соответствующими законами. Вы знаете, что у нас есть кодекс об административных правонарушениях Республики Тарстан, а есть кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. То есть это сфера деятельности и субъектов Федерации, и Российской Федерации. И если мы говорим о пилотном проекте, то, наверное, именно в КОАП РТ должны внести какие-то изменения, регламентирующие именно движение средств индивидуальной мобильности. Если вдруг это покажет эффективность работы, если уменьшит уровень травматизма, количество каких-то происшествий, то, как правило, такой опыт потом уже перенимается и на федеральный уровень, и уже вносятся изменения в федеральные нормативные правые акты. Повторюсь, пока на данный момент этого нет, только обсуждения идутся. Все идет к этому. Поэтому это значит, что владельцам средств индивидуальной мобильности стоит подготовиться, соблюдать новые правила и понимать возможную ответственность за проступки. Ринат Ахмедянов, Фарид Захид Угле, Универ Ньюс. В рамках проекта «Артмед» Институт дизайна и пространственных искусств провел арт-терапию. Что из себя представляет новый вид мастер-классов АДТП, расскажем в следующем сюжете. Погружаясь с головой в работу и учебу, многие забывают про заботу о себе. Такое пренебрежительное отношение может вылиться в стресс или эмоциональное выгорание. Это может отражаться следующим образом. Раздражительность, вялость, плохая концентрация внимания, беспокойный сон, приступы страха, постоянное напряжение нервной системы. Именно с целью борьбы со стрессовыми факторами организаторы проекта «Артмед» придумали ряд мероприятий с названием «Арттерапия». Общая концепция как творчество влияет на психоэмоциональный фон, на эмоциональный баланс. И мы, конечно, очень рады, потому что желающих было очень много. У нас образуется такой некий даже коллектив, сообщество, клуб по интересам в университете, где мы поддерживаем друг друга с коллегами и сплочаемся благодаря таким творческим практикам. Рисование акварельными красками является одной из самых распространенных тактик арт-терапии. При этом стоит учитывать, что акварельные краски сильно отличаются от гуаши и масляных красок. Чтобы улучшить результат участников арт-терапии, эксперты из Института дизайна и пространственных искусств сначала провели короткую лекцию по технике рисования акварельными красками, а потом уже участники приступили к выполнению творческого задания. Сначала мы познакомились с историей акварели, а потом мы провели несколько экспериментов, чтобы понять, что это за материал и как он работает, после чего приступили к выполнению нашей основной работы. Сегодня мы рисуем цветы, весенний букет. Это очень приятно и дарит нам массу положительных эмоций. В случае, если вы, как и корреспондент, который делает этот сюжет, не очень умело рисуете, преподаватели ИДП помогут вам дельным советом. Как правильно выставить композицию, как выбрать цветовую гамму и как можно менять интенсивность цвета при помощи воды. Все это участникам арт-терапии объяснила директор школы искусств Эльза Баширова. Акварель – это одна из древнейших техник, но долгое время она была недооценена и превратилась в самостоятельный вид творчества только в конце XVIII века. Сегодня это любимой многими и детьми, и взрослыми, и профессиональными художниками, и любителями техника, которая сегодня и нам приносит массу удовольствия в рамках наших занятий. Мы сделали первой нашей группе небольшой подарок. Мы подарили им вот такие вот карточки, это наша работа. Здесь студенты нашего первого курса, это их небольшая задача была. Они брали известную картину и сами интерпретировали известные картины, это ручная графика, получились у нас вот такие вот замечательные открытки. Напомним, что проект «Артмед» проводит мастер-классы и лекции далеко не в первый раз. Ранее преподаватели из Института дизайна и пространственных искусств провели для детей мастер-класс по строению человеческого скелета, а также с коллегами выступили с научно-популярной лекцией на техно-ночи и подготовили мастер-класс по работе с бумагой. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Елаобужском институте Казанского федерального университета состоялась презентация нового профильного класса, который будет открыт в университетской школе в следующем году. Все подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента. В Елаобужском институте Казанского университета состоялась презентация нового профильного класса, который будет открыт в университетской школе в следующем году. О проекте под названием Digital English Class ученикам и их родителям рассказала директор института Елена Мерзон. В новый профильный класс смогут поступить выпускники 9 классов Елаобужских школ, желающие улупленно изучать информатику и иностранный язык. В ходе обучения учащиеся будут получать знания не только от своих учителей, но и от преподавателей КФУ. А сами занятия будут проходить в том числе на базе института и дома научной коллаборации. Этот класс действительно уникальный, поскольку в нашем городе, в Елабуге, таких классов больше нет. Там будет усилена информатика и иностранный язык будет преподаваться на углубленном уровне и будет сделан акцент прежде всего на Digital English, на IT в лингвистике. Отметим, что иностранный язык будет изучаться углубленно 6 дней в неделю, а информатика на базовом уровне 3 раза в неделю. Учащиеся смогут изучать отдельные дисциплины в рамках курсов на выбор и внеурочной деятельности. Отборы в новый профильный класс будут проходить в несколько этапов. Претендентам предстоит пройти анкетирование, собеседование, экзамен по грамматике и конкурсный отбор по тестатам. Елизавета Никитина, Айдар Нурмеев, Универньюз. Подвели итоги конкурса от Альфа-банка «Альфа-шанс». Это проект по поддержке талантливых студентов российских вузов. Разыгрывались 30 грантов по 300 тысяч рублей. Отбор программы шел с октября 2021 до марта 2022 года. Казанский федеральный университет был представлен 32 студентами. Одними из победителей стали студентка 4-го курса Института фундаментальной медицины и биологии Агния Каримова и студент 3-го курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Илья Андреев. Если вкратце, то это создание первого молодежного телеканала с пользовательским контентом, который будет выходить в прямом эфире. Аналогов таких сейчас нету. Есть стриминговые площадки, которые вещают в прямом эфире, мы можем комментировать. Есть сериалы на Нетфликсе, например, которые выходят, мы можем выбирать, что произойдет дальше. Но нет телеканала, который работал бы на нашу аудиторию, на молодежную аудиторию, которая с 18 до 35 лет, и у которой была бы возможность реально как-то взаимодействовать с авторами и давать им какую-то обратную связь, как взаимодействовать. 3 апреля в Казанском федеральном университете прошел турнир юных математиков имени Николая Лобачевского для обучающихся 5-7 классов. В этом году в турнире приняли участие более 800 школьников города Казани, Республики Татарстан и соседних регионов. Традиционно инициаторами турнира выступили лицея имени Николая Лобачевского, Казанского федерального университета и Институт математики и механики имени Лобачевского. На этом все. В студии была Сабина Хасанова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok